Всем привет! Меня зовут Дарья и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из системы Trello в Google таблицы. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные по задачам из системы Trello в другие системы. Например, в Google Sheets ввести учет данных по задачам и изменениям карточек из Trello удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Trello. Теперь необходимо указать действие загрузить измененные карточки. На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Trello к системе Apex Drive. Для начала необходимо предоставить доступ к системе Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Trello. Далее необходимо указать логин и пароль пользователя Trello. Здесь вы можете ввести данные вручную или произвести авторизацию через Google. После этого необходимо еще раз предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Trello. Когда подключенный логин отобразился в списке активной аккаунты, выбираем его и продолжаем настройку. Укажите доску и список, из которого будут передаваться данные. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем продолжить. Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем далее. На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google Sheets. Теперь необходимо указать действие. Добавить строку. На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Google Таблиц к системе Apex Drive. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с этим аккаунтом. После того, как подключенный аккаунт отобразился в списке, кликаем продолжить. Теперь необходимо выбрать файл и лист Google Таблицы, на которые вы будете передавать данные. После выбора у вас отобразятся колонки Google Таблицы. Для того, чтобы назначить переменную, необходимо кликнуть в нее и выбрать из выпадающего списка. Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем продолжить. На этом этапе вы видите тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем отправить тестовые данные в Google Sheets. Если вас все устраивает, продолжаем настройку в системе Apex Drive. На этом настройка приема данных в Google Sheets успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, один раз в пять минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!